Мы начнем, и я представлю наших участников. Виталий Цыганков, Юлия Чернявская, Виталий Новицкий. Виталий у нас также сегодня как представитель ГосМИ, это официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям, человек, которого вы все знаете по соцсетям, очень активный. Александр Найденов, Северин Квитковский, Ася Поплавская и Татьяна Курпот. Я думаю, что в нашем зале также и есть блогеры, судя по регистрациям, которые не были приглашены на сцену, но мы ждем также от вас активного участия вопросов в конце. Итак, первая тематическая часть — это работа с информацией. И сегодня, конечно, все меняется, и сегодня медиа достаточно видоизменились. Мы все это замечаем, и в связи с этим появляются совершенно новые типы и СМИ, и блогеры начинают заниматься журналистикой, некоторые заводят свои какие-то порталы. И сейчас хотелось бы как раз поговорить о том, блогер, если он же журналист, кому же достанется право первой так называемой информационной ночи, СМИ или блогу. И вот мы будем говорить об особенностях работы с информацией и с темами, которые находят блогеры. К нам, кстати, по скайпу присоединится также Виктор Малюшевский. Он сейчас променял прогулку по Варшаве на медиаток с нами. К сожалению, мы его не увидим, но мы его услышим. Итак, я предлагаю начать вот это обсуждение. И так как у нас вот рядом со мной как раз сидит Виталь Цыганков, который, наверное, все-таки во-первых журналист, во-первых журналист, да? Ну, напомню, первое за себя журналист, а блогеры, ну, называют, по кольке, довольно активно повозжусь в социальных сетках, в Фейсбуку. И это такая приставка, на которую я в певный момент мог бы, ну, не то, что покрыться, а не так скептично и иронично проделали, теперь лежу спокойно, в принципе, чем бы не. А я отказываюсь на ваше питание, я думаю, в всяком разе в моей ситуации, журналисты радуют свобода, такой альтернативы абсолютно нема. Безумовно, первое за все свое родное СМИ, я не являюсь себе, как некий профессийный журналист, маючи некую информацию, спочатку публикую его себе, а потом уже, так сказать, скажет своему СМИ, что у меня есть такая новина. Я думаю, это абсолютно нереалистично, и это было бы несправедливо, и это было бы антипрофессийно. Заняшаю, что сейчас я пишу некие дописы в Фейсбуку, и, ну, як минимум, напевно, 10 з'их з'явилися потом на сайте Радио Свобода, калі колеги альбо навод начальства кажу, ну, так это ж готовый блог, это ж готовая авторская колонка на свободе. И я трошки дарабляю в этот допис в Фейсбуку, и он становится потом материалом Радио Свобода, и пасле этого еще мне еще папрыкают, чому ты в Фейсбуку пишешь цяковей, шим власно на своей праце, на Радио Свобода. На это я отказываю, что я дагэту лячываю вот так званный блог, а мне больше падабаец авторская колонка на Радио Свобода, занадто серьезно, як некий, ну, выпакутанный, як некий серьезный аналитичный материал, який павинен быть вот таким прадуманным, може быть, навод, скажем, натхнение павинен пройсти. А мне кажется, не-не-не забудь, это просто некая реплика, это просто некая, ну, скажем, реакция, это просто некая заувага, и гэта все може быть блогом. И, саправдываю, новые часы гэта так, а я вас все еще никак не перабудовываюсь, она вот наш коду своему властному доходу, покольки я гонорарник, и за кожный материал мне платить. И я заместо этого пишу в Фейсбуке, заместо того, как писать на любимом сайте Радио Свобода. Вот так и мой отказ. Также к нам присоединился только что Стась Карпов. Добрый вечер. И мы продолжаем эту тему. Я предлагаю тому, у кого есть, скажем, желание высказаться, также подавать мне какой-то знак, потому что я знаю, что многие из вас именно не работают в информационном поле. И мы сейчас попробуем, наверное, выйти на связь с Виктором Малишевским, который ждет. Как ты работаешь с информацией, как блогер? Как блогер? Ну, все очень просто. У меня же блог, который называется «Антижурналист», поэтому, конечно, я не работаю с информацией как блогер, как журналист. Это было бы глупо говорить о том, что я круче журналистов. Я работаю, в общем-то, с открытыми источниками. Открытые источники – это Делстат, ну и прочие государственные органы. Очень часто журналисты просто туда не заходят. Ну, и в принципе, я говорю о том, что, да, если иногда заходить туда, то вряд ли, вряд ли, вряд ли ты будешь, скажем так, всегда видеть актуальную информацию. То есть там надо быть постоянно и должен быть в тонусе. Знать, где, какую информацию искать. Если мне этой информации не хватает, а мне всегда этой информации, конечно же, не хватает, есть вариант делать официальный запрос. Благодаря тому, что несколько лет назад у нас приняли закон об обращении граждан, в общем-то, в принципе, формально условия работы блогера и журналиста сравнялись. У журналистов есть право на запрос, у блогера есть право на запрос. Блогеру могут не ответить, журналисты могут не ответить. Мы несколько раз экспериментировали с редакцией, делали один и тот же запрос от частного лица и один и тот же запрос от редакции. И я скажу так, наверное, еще года два-три назад частному лицу приходило даже больше информации, чем журналисту. Сейчас мы где-то сравнялись, я так понимаю, ни тому, ни тому особо сильно информации не приходит. Я могу рассказать пару анекдотичных ситуаций. У меня есть... А, ну, при этом я делал запрос электронный, как блогер. Прямо даже и президенту Белоруссии, и президенту России я отошеду получал ответы. У меня они прямо сейчас вот есть, как бы не вопрос. То есть все-таки отзываются. Они отвечают. Отзываются, да. У меня есть интересная история общения с МВД. У нас давняя история отношений с запросами. Они пока не смогли ответить ни на один вопрос, который я задаю. Вопросов я задавал много. Последний, например, вопрос. Они адресовали МВД. Я написал электронный запрос. Они почему-то адресовали, ссылаясь на изменение в закон об обращении граждан ГУВД, то есть Минска. Хотя меня интересовали данные, там, с наркотиками. Меня интересовали данные республиканские. Они отослали это все. Мне должны отвечать Минске. Минске мне ответили, у нас таких данных нет, обращайтесь в МВД. То есть к кому я изначально и обращался. У меня был интересный запрос департамента исполнения наказаний. Мы с ним, кстати, живем в соседних домах. То есть мои окна выходят на окна департамента исполнения наказаний. И они мне, ну, как все, отвечают две недели. У нас две недели на запрос. Есть вариант ответить. Они через две недели и отвечают. Независимо от того, что они ответят там. Ничего не скажем. Но для того, чтобы сформулировать эти слова, ничего вам не скажем, им требуется две недели. Значит, первый вариант. Они сослались на то, что эта информация где-то должна быть в СМИ. Поэтому они могут не отвечать мне. Ищите сами. Второй раз они мне сослались, когда я спросил, могут ли они сказать, сколько в данный момент находится в тюрьмах осужденных пожизненно, отбывают срок пожизненный. Они мне ответили очень интересно, оригинально. Ответили так. По закону обращения граждан мы отвечаем на информацию, которая касается законных интересов гражданина. Эта информация никак не затрагивает ваших законных интересов, потому что вы в настоящее время не отбываете наказание в местах лишения свободы. То есть для того, чтобы сделать запрос и получить информацию, надо места лишения свободы сначала быть там. И я делал в МВД запрос, касаемый... Сейчас скажу, чего. А, ну, да, этого памятника городовому. Скульптуры. Они меня долго очень перенаправляли в одно-второе государственное, там, ну, как бы, свои там, департамент по тылу, там, еще куда-то. В итоге ответили, что... Сейчас. Финансирование... Вопрос финансирования Министерства внутренних дел является закрытым. Ну, и как бы служебная тайна. Вот. И ничего не ответили. Если составить, на самом деле, из ответов МВД, из этой переписки и ответы, можно будет видеть, какие там, они разные лазейки применяют. Причем я посмотрел последний ответ, когда они сказали, что не знаем, сдрудняемся ответить, у нас нет такой информации, они сослались, они постоянно ссылаются на какие-то там статьи закон об обращении граждан. И я посмотрел, на какие они сослались, а там ничего про это нет. Ну, то есть вот они, я так понимаю, на АБУМ берут любые, как бы, статьи и просто на них ссылаются. Но журналистам я скажу, в общем-то, то же самое. Я когда-то сравнивал вопрос, который задает журналист на пресс-конференции, чиновнику, это все равно, что ты стреляешь, ну, на дуэль находишься с чиновником, стреляешь, у тебя пистолет, а у чиновника есть автомат. Ну, и как бы вот у тебя есть право на один вопрос, и ты его должен так четко сформулировать, чтобы как бы вот он мог ответить, ну, ответил как можно конкретнее. Ну, Виктор, в принципе, это работа журналиста, правильно формулировать вопросы? Да, да, да. Ну, никто не спорит. Это работа чиновника, правильно уходить от ответов. Хорошо. Спасибо. Я прошу тогда, может быть, оставаться с нами на связи. Я думаю, тебе будет тоже интересно. И позже мы снова попросим прокомментировать какие-то вещи. И я сейчас хотела бы предоставить слово Виталию Новицкому. Виталий — это один из, наверное, один из единственных, известных лично мне людей, которые работают очень хорошо в социальных сетях, которые я воспринимаю отчасти тоже как блогера, как бы это сейчас ни звучало. Это человек, от которого, в общем-то, можно всегда узнать последнюю информацию, сделать это довольно просто журналистам именно. Я прошу вот рассказать, а может быть, об опыте работы именно с блогерами. Окей. Добрый день всем. Для меня не настолько важно, откуда поступает запрос от блогера или от журналиста, потому что журналист может быть блогером и наоборот. Мне куда важнее, насколько велики трудозатраты для того, чтобы подготовить ответ на этот вопрос. И те вопросы, которые вам кажутся простыми, легкими, и вы их задаете для фана или для веселья, на самом деле требуют от нас катастрофических и серьезных усилий. Например, если кто-то из вас спросит меня, можешь ли ты меня назвать дома, в которых происходило больше пяти пожаров по одному адресу на протяжении последних 15 лет, для того, чтобы ответить на этот, ну, вроде бы такой простой и милый вопрос, три человека должны на протяжении трех полноценных рабочих дней поднимать старые базы, сравнивать их с новыми базами и ради того, чтобы я дал вам ответ, да, был один такой пожар в каком-то населенном пункте, и после этого с определенной долей вероятности эта информация вообще нигде и никак не будет использована. Поэтому при реагировании на те или иные запросы и при распределении усилий, ну, тут высказываюсь уже по поводу законов и прочего, но, тем не менее, есть у меня определенное поле, и, соответственно, если мне легко и просто ответить на этот вопрос, это 99 случаев и 100, я отвечаю, я делаю это сразу в социальных сетях, к сожалению, есть только одно средство массовой информации в этой стране, которое за два года присылало в министерство письменный запрос, догадались, наверное, какой. Европейское радио для Беларуси. Да, да, все правильно. А знаете ли, почему мы присылали? Мы всем министерствам разослали одинаковые запросы, посмотрели, как четко они на него отвечают. И это был очень интересный эксперимент. Я как бы к чему, то есть, ну, эксперименты, вы имеете на это право, мы как бы должны на это реагировать, у нас нет вариантов, если мы не отреагируем, вы нас прописочите, но насколько это нужно, можно и делать, тут каждый решает самостоятельно, это ваши личные границы. С блогерами я начал сотрудничать с 2011 года, мы проводили один день с МЧС, мероприятие, наверное, первое из госструктур в Беларуси, когда мы приглашали людей на наши объекты, показывали, как и что устроено, был даже самый финальный один день с МЧС в 2014 году на вертолете Ми-26, мы возили блогеров в лицей. Ну, честно говоря, мне это было интересно, это был интересный опыт получения, ну, может быть, я цинично выскажусь, лояльной аудитории, но это не был циничный расчет, что вот я вот их всех покатаю на вертолете, они меня все сразу любить после этого станут. Но я постараюсь коротко объяснить, для чего мне все это надо было. Я все прекрасно понимаю необходимость собирания там кликов, лайков и прочего, и я прекрасно понимаю, если вы будете выбирать между двумя заголовками, ну, например, в МЧС объяснили, почему они не ездят снимать котиков с деревьев, или живодеры из МЧС не сняли кота с дерева, ну, я думаю, что совершенно очевидно, на какой из двух заголовков вы кликните. И так вот, основная цель моей работы, и почему я так активно взаимодействую с людьми в соцсетях, у вас у всех, конечно, свободный выбор, вы можете писать на любые темы, но вы должны знать, что если вы напишете на тему МЧС, и там будет что-то некорректно, то я не буду молчать, об этом узнают все, и дальше уже, ну, как бы общественность будет делать выводы, кто прав и кто виноват. Проблем глобальных нет, не подумайте, что я тут в состоянии перманентной войны пребываю с блогерами, но периодически подобные ситуации возникают, и мне кажется, что это неплохой ресурс, что более-менее меня читают и главные редакторы многих сайтов, и реагируют, и в том числе вступают со мной в дискуссию. Ну, и опять-таки, прямой контакт, он всегда лучше, чем косвенный. Ну, а если информация о чрезвычайных ситуациях, то понятно, что ее распространяют для всех одинаково, что для блогеров, что для журналистов, поскольку они все, мы все граждане страны, и мы все обязаны быть проинформированы о чрезвычайных ситуациях. Ну, вот если коротко, то все. А я немного упустила вот момент. То есть почему этот формат был прекращен в 2014 году? Я испробовал все, что мне было интересно. Я показал все, что я хотел показать, и дальше мне просто самому неинтересно, я повторяться не хочу, надо что-то новое. Я неоднократно бросал кличи в Твиттере и Фейсбуке, но вот предложите, что бы еще вы бы хотели увидеть от МЧС, но ничего плохого не получил, так что повторяю призыв. Если кто-то видит интересный формат мероприятия вместе с МЧС, не коммерческий, то, собственно, давайте подумаем и сделаем, почему не возродить один день с МЧС. Спасибо. И вот как раз Виталий, это представитель таких, ну, я извини, пожалуйста, назову блогеров, которые публикуют от имени структуры для начала, а потом уже ты можешь как-то включаться и как гражданин так же комментировать. Ну, у меня есть действительно возможность во время ситуации с поисками мальчика в Беловежской пуще пропавшем, ну, ладно, не буду никого персонально обвинять, хотя, честно говоря, есть кого обвинить персонально, да, то есть, ну, люди стали высказывать свое экспертное мнение относительно того, как нужно искать мальчика. И по большому счету, ну, каждый имеет право на свое мнение, Бога ради, ну, позиционировать его как истину и как вот я точно знаю, как надо делать. Ну, мне кажется, что это было весьма опрометчиво. И тогда я написал пост, пять ответов на пять вопросов, которые, знаете, как разговор сам собой, да, диагноз не будем ставить, но сам себе задал вопросы, сам на них ответил. И это абсолютно без какого-либо давления с моей стороны очень активно взяли себе многие сайты, многие средства массовой информации, но, конечно, такой вот формат записи на сайте МЧС был едва ли возможен. И вот как раз-таки этим самым мне Фейсбук и помог высказаться то, о чем я думаю, то, о чем я думаю и как работник МЧС, и как человек, все было вместе, как гражданин, соединено в одно. И, ну, как бы достигнутый эффект. Сложно судить. Вообще оценка эффективности в нашей работе это сложная тема, но мне так показалось, что после этого многие чуть-чуть осеклись и перестали разлагольствовать на тему, как нужно искать мальчика, и, соответственно, перестали отвлекать ресурсы, силы, потому что вот эти разговоры в интернете обычные, они приводят к тому, что люди, которые считают себя экстрасенсами или являются экстрасенсами, не буду обсуждать эту тему, обращаются с информацией, что они точно знают, где находится мальчик и что мы точно должны сделать. К сожалению, любая информация должна быть проверена, и несмотря на то, что за все годы существования что министерство, что всех поисково-спасательных отрядов ни разу информация от экстрасенсов никому не помогла, но все равно на это приходилось отвлекать силы и время, а вот это общее осуждение, общий информационный фон, он подталкивает людей, которые считают, что они точно знают, где мальчик, позвонить, прийти в штаб и, соответственно, отвлечь нас от работы, к сожалению, никак иначе это не назовешь. Спасибо. И я предлагаю вернуться все-таки к теме, куда хочется первее разместить информацию в средства массовой информации, на которые вы можете работать, либо в свой личный блог. И я прошу просигнализировать, кто готов ответить на эту тему, кто хочет. Северин, возьмите, пожалуйста, там включенный микрофон. Ну, для меня отказ ведовочный, что у СМИ, потому что журналистыка по вызначении есть зъявы профессийные. То есть слово излучение непрофессийный журналист, это аксюмарон, несполучальные зъявы. А блогер может быть каким за угодно. То есть проверка информации. То есть журналисты обвязаны справдить, проверить информацию и ее выдать. Блогер может написать ямастак, я так бачу, и еще что-нибудь неэтичное с пункту гледжения по форме. Журналист такое себе не может дозволить. Для меня есть такое понятие профессийный блогер. То есть это человек, який системно працует, в певном формате, это не обвязково по форме журналистки, это так само может быть, я мастак, я так бачу, але это робится системно, и человек за этого зарабляет. То есть можно сказать про профессийный журналист. То есть человек может выбирать, что для него... Ты не профессиональный журналист, или ты профессиональный блогер. Так. Ну и еще просто само слово, ну, коли журналисты, это вельми абсолютно в узко конкретное значение, потому что часом и дикторов с телебачения записывают у журналисты, и там, ну, людей, які працуют в системе СМИ, робят СМИ, але ныне, ну, они не журналистами. А вость, журналистыка вельми конкретная працца, что, дзекали, як, чому, хто, коммент, ну, вельми конкретное это все. Ну, я думаю, что от достоверности мы еще будем чуть позже говорить. Ну, это такое блогер, гэта абсолютно, ну, я упевнен, что настольки люди по-розному разумеют. Мене одной че працтавили, як, там, таки-то, таки-то, и блогер, и до меня падыходзець одна дама, ну, якая меня зафрендзела в фейсбуку, каже, дык вы блогер? А я думала, вы даст леччик там. Ну, потому что слово блогинг, оно з'явилось гадов больше за 10 тому, и гэта было, верми, так само конкретное, что есть, а цяпер, гэта, ну, не ведаю, профессийная публицистыка и аматорская публицистыка, можно так сказать. Слово второе публицистыка, а ле надзей наибольчь зразумелая. Дзякую. Юля хочет дополнить. Я тут не соглашусь много с чем. Во-первых, я отвечу впрямую на вопрос, значит, где вот некая, ну, тут говорили, профессиональные журналисты о новостях, конечно, в первую очередь, каким-то новостным поводом. То, что я делаю в публицистике, это как и мой Facebook, который почему-то назвали блогом, но, наверное, потому что у меня там такие лонгриды получаются, да, их читают как блог. Вот. Я скажу сразу же, что, в общем-то, я пишу как публицист иногда, я пишу о том, что меня очень волнует. вот, и это вечное. То есть, это не на злобу дня, условно говоря, это вот не новость, которую важно напечатать в издании в своем скорее, а вот это вот вещи, наши отношения к старикам, наши отношения к инвалидам, наши отношения к детям, наши отношения там, какой должна быть мать, ну, или почему я там феминистка или не феминистка. Это все, оно как бы терпит во времени. Поэтому я очень часто, я человек достаточно импульсивный, кидаю какую-то просто штуку в фейсбук, вот, я тепло отношусь к своим френдам, они у меня очень хорошие, я их люблю, вот, и мне важнее их человеческая реальность, их человеческие реакции. Вот, потому что, когда я печатаю что-то на том же тут-бай, а потом я выхожу на форум, да, и не надо мне объяснять, что такое форум, и что, что там про себя выясняешь. Нет, это не средство, как бы, просто у меня был целый цикл, сперва передач, и, кстати, здесь есть участники, например, Алина Родина, да, Советская Атлантида, потом это было в текстовом формате, да, я просто-напросто, у меня были свои респонденты, ну, дополнительно были респонденты элементарно на фейсбуке, я просто задавала вопрос о Советском Союзе, потому что передача была, и текст потом был посвящен Советскому Союзу, и вот из этого блога, в общем-то, и рождался материал, вот, я не могу сказать, что у меня слишком расходится то, что я пишу, туда или туда. Юля, а с чем вы не сгодны, я не сразумеваю? Северин, я не сгодна с этим отделением Агниш от Казлишч, Агнцев от Казлишч, профессийный, не профессийный, ну, профессийный я вообще, не блогер, не журналист, я профессор университета культуры, культуролог, ну, вообще антрополог. Почему вы не блогер? Ну, вы же пишите, вас считают. А я не знала, что это так называется. Пока меня не посчитали, я не знала, что это так называется. Я общаюсь. Ну, я разумею, но там не мешкались некие изъявы, им все равно дают некие значения, их придумляют. Вот я бы вас, например, записал, мое новое значение, кое-как листе недавно придумал, медописьменник. И мне вот в Фрэнстушце есть неколькие авторов, яким я, ну, как их назвать? Есть таки Александр Очеретний, например, який пишет свои чудовные замалевки. Ну, а вось до горва-то я хацеу приклад привести. Вы просто не читали то, что я пишу як письменник. У меня медописьменники. Вот для вас, для вас, я бы, так самым живу бы слово медописьменник. Кто таки письменник? Это человек, який створает сэнсы и вобразы. А у якой форме это ж совсем немае значение. То есть, головные сэнсы и вобразы. Интернет, до интернета все было вельми просто. Прозаик, эсэист, публицист, нарисист и так далее. Интернет дал махчымасти и шмат кому по-розному себе выявлять. Я думаю, что еще будут придумлять некие иншые значения. Я придумывал медописьменник. Я его, калісті, придумыв для сябе, тому, что мой проект фрашки, ему 10 годов назад, калі он вышел. Он так самым народзился, дзякуючи интернету. Чому медописьменник? Интерактив. Ты не просто что с тебе написал и выклав и все, читайте. А сам проект живее, нараджаецца в процессе, вот як вы кажете, общаюсь. Мы все саправды хочем ингненные реакции, мы хочем этой реакции, мы хочем автор коммуникации. И Горват вельми яскравый сучасный приклад, калі проект, чалек пише, что он думает, чалек пише, что он ночевает, причем там ж розные, там есть замалевочки, и есть чистые импрессии некие, то есть замалюковалки гэта не однородная, алі всіх яднае тое, што не нараджаліся пад уплывам изваротной сувязі с читачамі. Большое спасибо, у нас расширяеце лексіка. Одна реплика, вы знаете, я склонна все-таки, я такая сторонница бритвы окама, не следует множить сущности вне необходимости. И когда уважаемая мною, симпатичная мне Ася Поплавская такую класификацию замечательную создала, кто там есть, ху, да, вот, я все время думала, зачем это? Мы просто пишем, зачем еще медиаписьменник, ну назовите меня эссеистом, мне все равно куда писать. Добре не буду называть, но просто я так складен, что коли я бачу некую новую для себе з'яву, я можу новую для себе назвать. Ну если мы будем называть все новые явления своими новыми именами, мы рассыпемся. Есть понятие стереотип, общественный стереотип, стереотип мышления, он для того и создан, чтобы под ограниченное число рубрик подвести существующую реальность и наше сознание не рассыпалось бы. требовало ломать сценарий и стереотип новое. Я предлагаю перейти сейчас к более прикладной части и Ася, я прошу прокомментировать тогда вот именно то, что ты делаешь. Что для тебя твоя работа как журналист и что для тебя твой личный блог? То есть у тебя уже, я так понимаю, все поменялось. Ну так, зараз я недавно презентовала литерально 29-му свой персональный сайт, вызначалась с томатоками на сайте и вельми часто, когда мне звертаются розные цикавые люди, яке хочу быть героями моих артыкалов, я з ними разумляю, каб зразуметь ци варта их историю пабликовать на своем сайте, альбо лепі гэтага каштовного героя аддаць на приклад ку-ку-орх. И як выбар? Я ранее працавала. Калі, усе зарежет на сам ряч ад формату, ось недавно у меня была размова з ладальницей ай-сі школы, я зразумела, што па матыцей, па тых меркаваннях, які я выказываю, па тых метадах выкладання, што я на робіць, гэта 100% герой для ку-ку-орх. Я пропанавала редактору, і редактор адразу багадзілася з ёй зарабіць матыр'ял, а для сябе, для саўгу сайту, я просто з ёй зараблю іншы формат. Вось, таму, на сам рач, журналістыка, гэта, я тут уже гаварылі, гэта нештакое больш конкретное, але я не могу сказаць аб тым, што мой блог мінавіта на сайці прасынальным, гэта нешто вельмя адрозное з журналістыки. Як недаўна я була ў эфір на радіо, і там был выкладчик университета журналістыки Владимир Степанов, даследчик наш малады, і он сказаў про тое, што пасуднасці я на сваім сайці, на сваім блогу раблю тое, што робіць фрланс журналіст. Табук, ён сам выбрае темы, сам піша, ну, ласна, сам сабе редактор, і ён паблікуе гэта на свае працоўцы. Табук, паколькі ў мене ёсць ўсі веды, інструменты, сувязі, дзякуч моему журналістскому досвіду, то натуральна шмат о маім блогу вельмя шмат ад журналістыки. Але ў журналісты ца ад блогу я нічого не беру, бо гэта ўжо іншэ непрофіційна історія бала б. Ось такім чыном. Татьяна Курбат ў нас такжа сігодня спікер. Татьяна, вы журналіст. В прошлом, да. В прошлом. Січас я пяр-менеджер. То есть вы вообще адказаліся ад журналістіки? Я папробувала на сібе шкуры всех трёх, не знаю кого, каких животных. Я була і журналистом, я була і блогером. Некоторі до сих пор мене так називають. Хоча, на самом деле, в душе я все равно несу в себе вот это ощущение того, що я немножко блогер, потому що є така внутренняя потребність що-то исследувати, іменно исследувати, і цим с людьми делиться. У мене мисль така. Вот ми тут все пітаємся понять і там где-то даже дискутируєм, якщо журналіст в себе совмечає функції блогера, то кем он должен быть більше. Я вообще не понимаю, якщо направлении противопоставляються. На мой взгляд, це настільки проразне, що даже не дуже правильно це сравнівати. Все ж, функція СМІ, давайте не будем забувати в першу черти це інформувати. Я, конечно, не хочу читати лекції, що таке СМІ, тому що тут, я думаю, колеги краще мене це все прекрасно понимають. Але в першу черти функція СМІ це давати какую-то объективну картину дня. В блогінге работають несколько іні закони. Там информация подчиняється личності блогера. То есть в блог приходить не за тем, щоб там, не знаю, узнать курсы валют или последніе событие в мире или в стране, а туда приходить для того, щоб получить взгляд конкретного человека на какую-то либо конкретну тему, либо событие. То есть приходить за какой-то интерпретацией. Віталій? Вінтернет приходит, я извиняюсь, только постараюсь коротко или попугаться, или порасслабляться. А где я буду это делать у блогера или на Тутбай или на сайте МЧС? Это уже как бы дело 25-е. Более того, для потребителя контента вообще неважно, где он будет. Могу с вами не согласиться. Имея достаточно успешный опыт ведения блога, четко для себя поняла, что люди приходят ко мне не для того, чтобы попугаться, а для того, чтобы получить либо полезную информацию по той теме, в которой я позиционирую себя как эксперт, в которой развиваюсь и углубляюсь, либо для того, чтобы получить мое отношение как эксперта опять же в конкретной теме на какое-то конкретное событие. Допустим, если я вела блог о здоровом образе жизни, то люди ко мне приходили конкретно за информацией по этой теме. Они ко мне не приходили для того, чтобы, повторюсь, узнать какую-то оперативную информацию из мира или нашей страны. Для этого у нас есть, к счастью, Тутбай. Поэтому говорить о том, что более того, я не знаю в нашей стране ни одного блогера, который работал бы вот в таком оперативном формате, ну, за исключением микроблогеров, которые там твиты, фейсбук и так далее. Ну, то есть для меня это несколько иной формат. То есть жанров может быть много. Поэтому я вообще не вижу смысла как-то, повторюсь, противопоставлять, либо сравнивать, либо подводить одну черту под всеми этими разными направлениями работы. Мы противопоставляем. Мы сейчас рассуждаем, каким образом работают, скажем так, эти два лица в одном человеке. Потому что человек, который является журналистом, в то же время он ведет, пускай не блог, как отдельный сайт, но он очень активен в социальных сетях, и люди на него подписаны, и они его читают. Сейчас мы все прекрасно понимаем, что такое соцсети. Соцсети — это для нас и новости, и блоги, и тут я согласна с Виталием Новицким. То есть человеку неважно, где он прочитал эту информацию — на отдельном блоге или просто в своей ленте новостей. Вот. И Татьяна хочет передать Стасе микрофон. — Смотри, лифтусурно, что я подумала, наверное, переход. Стась, откажите, колеласка, что у вас, так сказать, першесное? — Ну, здорово, на самой справе. Я так посидел, послухал. Нареште сформуливали, кто-то спробовал нареште сформуливать, что такое блогеры, чем я наядро из него все журналисты. Ну, я свои пять копеек так само вставлю. За моего стипа лагопонту гледжения журналист где-то корочки. То, как можно спрощаться на конку всяких инших властивостей в журналистике, но на самой справе мы хочется все просто спинемся на тем, что журналист володая посвящением журналиста, якоя може ему приносить некие там преференции, а може и не приносить. Это просто посвящение. Значит, блогер это человек, який не може сам себе назвать блогером и немае некого посвящения. Значит, это полный момент, полная колькость людей называет тебе блогером. И мы не повинны дарайшу уходить из ман от того, что когда это не окреслено, это некто, неколи тебе назовет, значит, это нема. Потому что с правдой мы же не можем все назвать своими словами удаденный момент. Мы же не ведаем, когда заканчивается юнаст и починается сталость. Мы не ведаем, мы не можем в эту секунду назвать. Но это не значит, что мы не перестаем быть юными и не становимся сталыми. Потому что полный момент, полная колькость за важные людей называет человека блогером, потому что она хочет поживать, абсолютно верно, я тут абсолютно свидетельствуюсь, меркование этого человека. И когда им абсолютно обьяково, что читать у своей стужцы, новины Министерства внутренних спрауси, я не ведаю просто кого-нибудь чувака, который котика запостил, ты тебе, значит, ты не блогер. А когда они приходят читать тебе, значит, ты блогер. Вот всё. И просто мы тут спробуем зараз вымереть блогера, что критерием журналистики. На самой справе мне было смешно, потому что я несколько раз за этот вечер пощу фразу журналистика, нечто конкретное. Когда нечто конкретное, то оно не конкретное. Потому что когда оно конкретное, оно вельми конкретное. Для меня журналистика это, допустим, репортаж, интервью, и это, допустим, расследование. Далее там идея публицистыка, допустим, это, допустим, я шит одна штука, мы не ведем обмерковываем, я про это и кажу. Есть публицистыка, своя особная штуковина, я не, я кажу, мы будем ее обмерковывать, не будем ее обмерковывать. И мы не будем углубляться в характеристики. Блогер, разумеете, он журналисту перешкажая, он настолько журналист, допустим, на кольки, ну, я не веду, мент-театрал, то бог их же так могут называть, но это не факт, что я не отповедаю театральным критериям некие, да, объективным. То бог, ну, одинаково-одинаковому рознь, как казал Максим, по-моему, Шинкарева. Так что, мы перейдем ко второму блоку. Я предлагаю, скажем так, высказывать свое желание сообщить что-то нам по этой теме. Мы говорим сейчас об ответственности блогера за достоверность информации. Должны ли они нести ту же самую ответственность, что несут СМИ? Тут все вельми просто. Есть законодавство, перед законодавством все ровное. То есть, коли человек от себе, ну, про свою деятельность в интернете зарабил шкоду, то, как и все, тут абсолютно нема... Здесь единогласно, я так понимаю. Очень узкое понимание ответственности. Ответственность, как административная или уголовная. А вот ответственность, например, когда начинается травля, буллинг в интернете какого-то человека или какого-то явления или чего-то еще, и никто не чувствует себя ответственным. Более того, там, его имя не выделяют, да, это как-то идет так все мимо него. То есть, для вас это буллинг, а он выказал меркование просто. Одну секунду, Северин. Потом ему кто-то, какой-то доброход докладывает, что вот, ну, предположим, Северин Квятковский, которого ты глубоко уважаешь, у себя пишет о тебе, совершенно тебе не соответствуют вещи, совершенно не о тебе. И они злые, и они жестокие. И там масса комментариев уже. Извините. Вопрос, гипотетический Северин. Насколько я знаю, Северин обо мне ничего плохого не писал. Как и я о нем. Вообще ни о ком из здесь присутствующих я плохо не писала. Заметьте. Я вообще не пишу плохо. Я подумал же, ляпнул, что не подумал же. Я, нет, если я пишу о ком-то нехорошо, я чаще всего его имени не пишу, или я его выделяю, имя, потому что я чувствую ответственность. Вот. Вот эта ответственность меня действительно смущает и пугает, потому что за нее нет, ты в суд не можешь подать. Да? Но тебя изваляли, извините меня, пожалуйста, непарламентские, ну, в Гуано. Да? вот тебя обозвали там как одного моего знакомого хорошего Лизаблюдом Лакеем, Подхалимом, Мерзавцем, Подонком, Скотиной. Вот. И за это никому ничего не будет. Ну, замерзавца можно взвертаться в органы. как вы понимаете, даже если меня назовут мерзавкой, я не пойду взвертаться в органы. Потому что западло. Пробачите, ну, человек там шел мимо, да, ляпнул мерзавец и пошел и забылся. Он ляпнул это в социальной сетке. Но это не есть травли, потому что это же неорганизовано. Это есть травли, потому что приходят комментаторы, потому что эти все потоки множатся, и все мы прекрасно это знаем. Мы прекрасно знаем. И вот о чем надо думать. Это же стихийно отремонтировать. Вот не обязательно. Вот мы с Астасием, например, четко расходимся. Сейчас, на данный момент, в одной ситуации. Я не буду писать у него, он не будет писать у меня. Да, да, не в одной, в тысячи, но это не важно. Но вот сейчас, на данный момент, в одной. Кардинально. Он не будет писать об этом у меня, я не буду писать об этом у него. Мы это обсудим в личке. А скажите, правильную ситуацию я не буду писать, как я не писал. А я вам лично скажу. На днях я вам говорила, позвоните мне, я вам все объясню. Ага. У меня одна ситуация. двадцать держи, по-моему. Ну ладно. Ну, если вы так внимательно меня читаете, я счастлива. Разница в ответственности, безусловно, есть. На нас, на каждого распространяется общий законодательство про клевето, оскорбление и прочее, но на журналистов распространяется действие закона о средствах массовой информации. И мне, как человека, который разруливает, ну, скоро, я надеюсь, на вас тоже будет распространяться закон о средствах массовой информации. Ну, что ж, кто-то же должен это сказать. Значит, да, разумеется, но мы же говорим о тех условиях, которые у нас есть сейчас, и для меня это, конечно же, мощный инструмент в доказывании своей правоты в, ну, неких конфликтных ситуациях, которых бывает не больше, там, одной-двух в году, не подумайте опять-таки, что я весь в конфликтах. Но, тем не менее, закон о СМИ, он останавливает очень многих журналистов от, ну, определенных шагов. Блогеров сейчас, ну, возможно, останавливает вот тот факт, что на виске там пристыдит, напишет, что это не так, начнет детально, занудливо разбираться по каждой позиции, найдет кучу нестыковок, необъяснимых вещей, это увидят другие люди, то есть приходится вот такими категориями. Поэтому, конечно, как человека, ну, который вот, что ли, с другой стороны, да, получается, находится как государственный чиновник, конечно же, ситуация, когда СМИ попадают под действие дополнительного закона о СМИ при определенном регуляторе, мне так работать гораздо проще. С блогерами, вот я же говорю, мне приходится выстраивать вот такие вот отношения, я это сделал, у меня вроде бы все получается, но я понимаю, что вся аудитория будет не в восторге, если будут какие-то изменения в законе о СМИ. Я, разумеется, на своей должности работаю, мне это будет гораздо проще разбираться в тех редких конфликтных ситуациях, которые возникают со мной. Я пытаюсь задать на одну секундочку, литерально. Я всегда, я же не работал на вопрос. Скажите, но вы же разумеете, что вы там не на воблачку, и что вы хороший чиновник белорусский, но вы не один хороший белорусский чиновник, у нас хороших белорусских чиновников и добрых министерств. Да фида, и вот, глядите, если вам так прости будете, а ли прости же будете не только вам, и после очередного дня Х или всех отмудохают, будешь я, кроме вас, сидеть, 355 хороших чиновников, которые будут сказать, я к нам теперь хорошо работаю. Мы же теперь можем не только сродок массовой информации, которая будет там деликатничать, ну, казачьи, там я не веду эуфемизмы некие, подбирать, а вот, допустим, блогеров, которым мудака назовем мудаком, им так само будет им прости и просовать, да, ну и вам за компанию отремливается, то есть вас задовольняет этой ситуацией? Ну, я же говорю, что я жду этих изменений, да? То есть вам, то есть вам хочется, у той ситуации, в какой мы живем, он никому на какой-то раз. Вызывайте его человеком с экстернальным локусом, как я. Разумеется, Калибье мог свою массу эмоций передать про экстерн... что-то там вот это вот все. Вы не притворяйтесь, вы не притворяйтесь. Стаси, ну, до конца первого же нету. Ну, мне все сегодня было умомо. Мы переходим к теме, что из интернета нельзя делать забор и что-то с этим нужно каким-то образом с этим бороться. На заборе пишут, что хочу, не знаю, кто это написал. Я понимаю, вам не понравятся методы, никто не будет доволен, когда кого-то в чем-то ограничивают. Сейчас мы не обсуждаем. У меня вот так. Мы не обсуждаем именно сам закон и его изменения, да? И я бы хотела затронуть еще один аспект именно достоверности информации. Ну, я для себя недавно сформулировала, что мы сегодня живем, ну, люди, которые умеют фильтровать информацию, они живут в эпоху рекомендаций. Я зауважила, что большая смеса, яке я выбираю, компания, яким я довераю, продукты, яке я споживаю, я пачынаю их споживать не пасля рекламы классичной, а пасля того, як я прачытаю некую рекомендацию ад блогера, человеку футбука, якому я довераю, и тады я пачынаю крыстацца гэты паслугай ці прапанова якой-небудь, и раблю ласная меркавання. Я не думаю об тым отрымау блогер за гэта грошы, ця не отрымау, тому, што я ведаю, што ў Беларусі ў 90% я не отрымау грошы за рекламу. И сама я пішу вельми шаста пра тое, шым сама карыстаюся, і той фідбэк, який я отрымліваю ад чутачоў, тую падяку, якую я отрымліваю, кажуць пра тое, што ў іх таксамы нема пытання, ціх гэта праплошаны пост, не праплошаны. Калі гэта рекламны пост, я альбо пазначаю, на блогу пакуль, што у мене але для рекламных тэкстаў я буду рабіць спеціальну рубраку, кабло зразумела, што гэта партнёрскія некія адносіны. Але і ў рекламных адносінах таксама адэкватны блогер, адэкватны партал, сяким цапрацовнічы, завжды ёсць выбар, с кем працаваць, с кем не працаваць. Я ведаю, што шэрах парталу, наприклад, той же куку, для кога я пішу рекламу да сёння, яны не будуть працаваць с тымі кампаніями, якім яны самі не давяраюць, тому што гэта их рэпутація. Зразумела, што ўсім смі патрэбная грошы, але калі ты напішаш пра некую неякасную паслугу і схаваеш ты негатывная некія аспекта, які ёсць, не пакажеш іх, калі яны видавошныя, калі ішэ і каментары затрэш, так, ну, некія негатывная, то да цібі ну, просто згубець довер, ці ёсць ў гэтым сэнс, грошы мені ўсць выміраецца. Віталій? Ситуація искажённая, я не буду называть компанией, мы периодически проводім крупные учення на частных крупных предприятиях, і ситуація искажена в тому числе крупными сайтами нашими белорусскими, не будем называть вслух, вони не хотят ставить такие материалы, вони не хотят рассказывать о подобных учениях, потому что это прямая реклама вот тех компаний, совместно с которыми мы это делаем. Это полный, ну, ладно, без комментариев, да, но это реальность, и исходя из этого, дальше всё и проецируется. А, понятно, за деньги заплатили абсолютно искажённая неправильная реальность, любая информация должна находить своего потребителя, а вот отчего возникают все эти разговоры и заморочки, но это формирует повестку дня, в том числе наши крупные порталы, для которых лишний раз упомянуть банк или кого-то ещё, но они считают это неправильным, неверным, ну, дальше вот оно идёт и дальше. Мы, наверное, сейчас именно в эту тему уходить глубоко не будем. Почему крупные порталы, извините, пожалуйста. Нет, а почему порталы вообще? Не далее, как вчера. И это повторяется долгие годы. Я наблюдала за битвой по поводу седьмого указа, где принимал участие в числе прочих юридисер, который имеет ко мне некоторые отношения. Вот. Некоторые неформальные отношения. Вот. И вот, вы знаете, уже много лет я наблюдаю, как появляется лицо моего мужа, а под ним идёт на государственном телевидении, Виталий, это вам в пику, а под ним идёт Юрий Зисер, там, председатель совета директоров крупного портала в Республике Беларусь. Извините, не надо это сваливать на порталы и на сайты. Это в вашей государственной, в государственных СМИ это делается, и они первые начали. Ну, дело в том, что есть... от реплики, необходимые в данной ситуации, вы можете не сомневаться и читать Радоя Свобода, там николи не маньяка рекламы. Пакуй нас финансуя Конгресс ДША, рекламы там не убачьте. Я... Минутка самой рекламы прошла, да? Я просто хотел, Виталий, сказать, вот, коли бы вы проводили ваши учения на белорусской мове, то есть, Радоя Свобода за довольнение бы, это было бы, ну, наше профильное, да? Мы сяродыншого турбуемся про оборону белорусской мовы и ее распаусюют. Я про что хочу сказать, может быть, иншая, ну, буйный портал, например, ци середние, у них что-то с такой профильное, что вот внедрить в эти учения, Няма няких пытаний провести в учения на белорусской мове, але я шыру поняну, что гэта ни на что не повстывая, але, калі казаць, вот, про решение портала, калі мы проводим в учения на державном предприемстве, то и державные, и недержавные сайты про гэта, ну, распавядаюсь, так ци наш. Як только гэта приватный бизнес, николе. Ничего. Сейчас, Виталий, мы очень хорошо знаем, когда учения, мы хорошо знаем, когда идут два человека, которые хромают. Один со сломанным пальцем, другой с проблемой. В шестую больницу. Закрыта вся шестая больница, закрыт подъезд, потому что стоят товарищи из МЧС, и для них все готово. Люди ползут на своих костылях, там, через большую территорию, потому что товарищи из МЧС все замечательно в шестой больнице проводят учения. На все вопросы есть ответы, но, конечно, это не в формате. Я просто спытать, была под Новый год такая ведомая ситуация, я нормально ставлюсь для рекламы, думаю, что она повинна истиновать, она такая хитрая. Но вот ведомый сим, раз мы кажем про блогеру, Антон Матолька под Новый год провел такую чудовную акцию, и он подвозил людей в новогоднюю ночь, подвозил, куда они хочут. Я, навод, когда увидел, что некоторые сайты ставят в этой артике, одразу, что вы робите, это же реклама. Там его написано, было, вот моя машинка сломалась, тому я поехал по такому-то адресу, взял на прокат такую-то машинку такой-то марки, и теперь езжу, подвожу людей в новогоднюю ночь. Ну, оригинально, это, сказать, классная реклама, але як подались некоторые сайты, які поставили эту информацию, это уже, заяцца, неправильно. Кали он своим блогу дал, кали ласка, это, с оправды, оригинально, весело, и знайшел рекламный поворот. Але, я думаю, я стал пытывать людей, и мне было просто жахливо доведаться, что большинство не увидело, что это реклама, большинство восприняло это абсолютно, як ширый такий акт, доброхватный акт, вот такой, чевелеколюбства сбоку мотольки. Скажите, а мы сейчас обсуждаем коммерческую составляющую СМИ или блогеров? Мы сейчас обсуждаем коммерческую составляющую в СМИ или в блогах? В блогах. Дело в том, что я хотела бы добавить, что, конечно, наши СМИ, не стоит на них, в общем-то, так сильно обижаться, что они что-то когда-то не указывают, потому что есть закон о рекламе, который все-таки все вынуждены соблюдать, кто СМИ, но у блогеров такого закона нет. Я как человек, который работает в пиаре уже очень много лет, могу вам сказать, что проявление блогерства, может быть очень много. И там мы сейчас обсуждаем, наверное, такие более классические формы всем присутствующим. Понятные Facebook, лонгриды, текстовые блоги. Но давайте мы не будем забывать, что сейчас огромное количество рекламных проявлений и бюджетов фокусируется в самой продающей социальной сети под названием Instagram. И могу вам сказать, как человек, который работает в пиаре давно, процентов 80 всех искренних рекомендаций, которые вы видите у людей с количеством подписчиков, там 5000 плюс, это либо бартер, либо проплаченная живыми деньгами реклама. Поэтому без иллюзий. Отвечает человек своим именем либо ответственностью, остается, мне кажется, на совести каждого отдельно взятого блогера и отдельно взятой компании, которая приходит к этому блогеру. Допустим, я тоже использую эти инструменты, потому что это моя работа. Но когда я прихожу к какому-то блогеру, я всегда четко понимаю, что я к нему пришла только потому, что ему будет близко то, что я ему предлагаю, потому что я за ним слежу, я четко понимаю его тематическую направленность, и я никогда не предложу блогеру, который, я не знаю, там, позиционирует себя как зожник, пропагандировать новый сорт пива. Ну, как минимум, потому что это будет нерелевантно. Но если я знаю, что я имею отношение к открытию магазина конкретного бренда, обувного, допустим, и я знаю, что есть какой-то конкретный блогер, который много лет любит эту марку, то я приду к нему, потому что я понимаю, что он об этом напишет неотстраненно, и даже если он напишет об этом, он не соврет, он на самом деле изложит свою точку зрения. Поэтому вот такое мнение. Спасибо за ремарку. Есть ли у нас на связи Виктор Малюшевский? Ну да, меня позабавило, когда люди знают марку какой обуви носит блогер. Я вам скажу, грамотные пиарщики, которые обслуживают конкретные бренды, они отслеживают такого рода информацию. То есть не только обуви. Тем более белорусскую уже, наверное, он носит. Виктор, я хотела бы попросить рассказать именно о твоем опыте, скажем так. Я знаю, что у тебя был опыт, когда тебя просили прорекламировать, и почему ты отказался, и как это было? Ну да, просили, да. На самом деле меня не должно было ничего просить. Ну понятно же, что я никуда не хожу, нигде не тусуюсь, ничего не делаю. Ну вот попросили, да. Причем я очень серьезно отказывался, как серьезно, просто посылал. Но были люди настойчивые, причем я как бы предполагал, что люди просто не знают, о чем я пишу, но оказалось знают. Им именно нужен критический взгляд на я не буду называть на что. Хорошо? То есть рекламодатель несостоявшийся не будет назван. Хорошо? Да ладно, ну какая разница? Я в итоге согласился, если я все сделаю, как вот мне хочется. И со мной тоже согласились. Ну и даже договорили какую-то деньгу. Вот. И она была очень большая, мне столько было не надо. Вот честно скажу. Ну и все, и ничего не состоялось. Дальше пропали. И я думаю, почему? Я не знаю, почему. Я не знаю, что бы там в итоге получилось, как бы мы дальше работали. Мне самому было это интересно. Но как бы вот пропали, и пропали. То есть все-таки ты непредсказуемый в плане рекламы обуви? Я не знаю. Но я знаю, что никто не знает, какую марку обуви я ношу. Не будьте так уверены. Я надеюсь, никто не знает, какую марку обуви я ношу. Я бы попросила еще включиться вот в наше обсуждение о достоверности информации и доверии аудитории. Подождите, про достоверность информации. Я знаю, что в статах блогеры взяли две позиции. Они кулинарную взяли позицию, то есть они ходят по ресторанам и пишут, что там на самом деле вкусно или невкусно. и киношную позицию. Они пишут гауно кино или нормальное кино, можно смотреть. Да? Я не вижу, что в Беларуси блогеры пришли и взяли как минимум эти две позиции. Я вообще не понимаю, какие позиции в Беларуси взяли блогеры. Вот и все. А ближ. А что ближ? Ну и он же писал, шмат проходил по ковернях и доверия. Ближ я знаю, что сравнивал одну колбасу с другой за деньги, что запрещает закон рекламы. И я так понимаю, что некоторые рекламодатели обходят с помощью блогеров закон о рекламе. В СМИ бы это было непростительно, а какому-то просто блогеру нормально. А калю уже тут давно хотел реплику ставить про не наш опыт, про американский, трошки про политику, бо есть такая тенденция, возможно, нам будет всем цикаво предпочуть, что все-таки у США блогеры, которые пишут про такие социально-политичные темы, они мают тенденцию перетвораться у официйные СМИ, у официйные сайты. Вот там есть фотография, тут был представник Хаффинтон-Пост, так вот Йон, минавидно, это довольно ведомо зараз СМИ, вырос с блогерами. Слушайте, у них нет официальных сайтов. Ну, я мая на вазе, ну, сайты, ясно, зразумело, а ки, прише политику, а ки, переросли статус блогера. Те, наприклад, таки спартовый журналист Билл Симонс, и он починал с того, что просто описывал некий матч, и потом его запросили на головный спартовый ресурс ЕСПН, он там самым уголовным стал спартовым журналистом, брал интервью Обамы, теперь сварил свой уласт на сайт ТОБОК. Як только становится там популярный блогер, и он, ну, перерастая в некий establishment СМИ, вот гэта, видать, нам, гэта не светит, бо у нас, ну, и СМИ слабее, Где он взял средства на это, ресурсы, где он взял? И он не брал ресурсы, он просто писал свой блог, он так цикаво писал, что его запросили на ЕСПН, это головный спартовый, шмат-миллионный, так сказать, ресурс, вот, и он стал самым высокоплаченным журналистом спартовой индустрии из США, вот, починал, як блогер, то, как я кажу про ту тенденцию, якой у нас, ну, видать, нема, у нас идет некий поддел блогеры и журналисты, а там, вот, в этой сфере, я тоже говорю о том, что несколько лет назад я тоже много писал по журналистике, там, все остальное, что-то меня никто не пригласил, ни на какие большие зарплаты, ничего такого не обойдет. Потому что тут вам не там, тут у нас не Америка, да. Я понял. Почему надо ограничиваться в этом плане блогерами? Ну, понимаете, любой из нас знает форум Винярского, да, кто путешествует, любой из нас знает кто такой Экслер, который самоокупился там буквально в первые годы, но, в общем случае, люди постарше знают кто такой Алекс Экслер, да, к нему ходят до сих пор и за книжными рецензиями, и за киношными рецензиями, и поболтать, и посмотреть, как он гаджеты там, и он окупается великолепно совершенно, этот парень. Вот. Так что, понимаете, мне кажется, мы все время говорим о форме какой-то. А хотелось бы говорить о сути, правда? А еще верите, что мне, здесь некорректно порауновывать Беларусь из США. Там 300 миллионов самая великая экономика в свете. Левше порауновывать с мирными краинами, например, с Чехии, тысяч 10 миллионов. Вот это текало. Я там, а лишь мы не текаемся в Чехии, мы текаемся в США. На жаль. Мы приходим к тому, что как раз блогер представляет интерес для своей аудитории тем, какой он, какие у него мысли, какие у него впечатления, и что он собой представляет, в общем-то, да? То есть люди читают блогера, потому что он им интересен. И хотелось бы поговорить еще об эмоциональном выгорании. Я думаю, что человек, который, с одной стороны, конечно, человек, который ведет блог давно, годами, он это делает по любви, а не за зарплату. Но, с другой стороны, есть ли вот этот момент эмоционального выгорания, когда блогер не ходит на работу, никто его вроде как не заставляет постоянно присутствовать. можно сказать, что он сам себе и редактор, и выпускающий. Как это происходит? Я просто одразу передаю в микрофон иншим, по кольке, ну, я пишу в фейсбук не один раз в неколький день, а тут есть люди, которые пишут приблизительно 5-7 раз в день, я думаю, им и требует дать слово. Есть люди, которые пишут 5-7 раз в день? Ну, если считать ссылки, если считать миллион ссылок, когда я читаю какое-то хорошее издание, да, или два, или три, или если читать реплики, что мне осточертела фраза культура это полимпсест, то можно считать, что я сегодня написала 5. Да, из них два это публикации студенческих эссе с интервью студентов с их бабушками и дедушками об СССР, это мы с ними изучали время секонд-кэнта, вот, потом одно одно вот это вот возмущение поднадоевшей фразой и две ссылки. Ну, да, вот 5. Виталий. Эмоциональное выгорание невозможно, если ты занимаешься тем делом, которое ты любишь. Это совершенно очевидно, ты не можешь эмоционально выгореть любви к своим родителям, к своим детям, к своей родине, и, соответственно, ты не можешь эмоционально выгореть к тому делу, если ты его действительно любишь. Если ты его не любишь, то тогда, конечно, разумеется, тебе становится лень, ты начинаешь копипастить что-то другое, ты начинаешь пытаться выкручиваться, переписать какой-нибудь текст, выдать его за свой, ну, и прочие различные развлечения, за которыми мы с удовольствием наблюдаем в интернете. Александр Найденов, есть ли у вас эмоциональное выгорание? Я журналист по профессии, но я журналистикой не занимаюсь, во многом потому, что у меня абсолютно любознательность отсутствует, абсолютно отсутствует жажда высказаться. Настолько приятно сидеть и слушать других людей. Самые лучшие собеседники это те, кто работает на радио, да. Всегда. Это всегда люди, которые, во-первых, в жизни чаще всего произносят довольно ограниченное количество слов, во-вторых, это люди, у которых физиология, чаще всего у них там сплошные какие-нибудь геймориты или еще что-нибудь, что не позволяет нормальному человеку в принципе подходить к микрофону, но они рвутся. Вы хотели что-то спросить. Эмоциональное выгорание. Не лень вот писать постоянно что-то? Ну, я постоянно и не пишу, потому что я все-таки под блогерами понимаю, под блогерством понимаю некую степень регулярности в публикациях, потому что, как Юлия сказала, пересчитали, меня тоже там каким-то образом пересчитывают с некоторого времени. Хотя у меня просто страница в Фейсбуке и да, я себя блогером не считаю, не отношу, но это уже, что называется, не мой вопрос, к кому я себя отношу, вопрос к тому, к кому меня относят другие люди. выгорание это то, что это то, что не столько выгорание, а сколько потери интереса, это же меня преследует в принципе постоянно в жизни, поэтому и с вот этим персонажем, от лица которого я зачастую могу вести свой Фейсбук и балуюсь со всякими видеозаписями, видеороликами, я время от времени к нему теряю интерес, время от времени этот интерес возвращается. Это вопрос моих личных взаимоотношений с самим собой. Мне, к сожалению, вот чего мне опять-таки не достает для того, чтобы считаться блогером или журналистом, я, к сожалению, давно словил себя на ощущение, что мне в принципе меньше интересует сторонняя реакция, чем реакция собственная. Я как раз хотела спросить о вашей реакции на какие-то негативные комментарии. Я их очень люблю. Почему? Поскольку я работаю на радио, где комментарии радио достаточно популярны, комментарии мне как главному редактору приходят в завидной степенью регулярности, большинство из них касается музыкальной составляющей, потому что это такое дело, которое всем нравится не может по определению. Поэтому это мои любимые отзывы, я с ними всегда общаюсь и всегда приглашаю к себе в гости для того, чтобы поговорить. меня в ступор вводят люди, которых я тоже часто встречаю, которые не идут совершенно на контакты, которых мне как-то приходится добиваться их внимания, при том, что первый шаг происходит с их стороны. В фейсбуке у меня тоже, знаете, такими волнами интерес к тому, чтобы что-то обсуждать под своими собственными постами или под чужими постами, либо не обсуждать вовсе. Я предпочитаю второй способ вообще не обсуждать. Не люблю. Плохой блогер. Я буквально одну фразу, знаете, когда меня посчитали, это было очень удивительно, а потом, когда мы сведут по пытаниям свободы, разделили это первое место, потом еще Антон Матулька к нам. Это было очень странно, это было совершенно удивительно, и вот я тогда узнала, что я блогер. А на самом деле вот тут есть какая-то вещь, мне с одной стороны очень приятно и лестно. Мне приятно, что вот люди ходят, люди интересуются, а есть какая-то вот вещь очень болезненная в это время. Вот я там 30 лет учу студентов в высшей школе, очень рано туда попала. Я написала там 8 книг, больше 250 научных статей, дофига публицистики, куча передач. И вот там еще много чего делала, выучила тысячи-тысячи людей, написала там прозы, пьесы, там все. И вот словом блогер это все затыкают, это становишься известненько как блогер. Вот и тебя представляют как блогера. И у меня такое ощущение, что проще сказать там, она писатель, не прочитав ни одной ее книги. А тут нашлось слово блогер. И все. И хорошо, класс. При том, что это гордое имя, я буду теперь нести гордое достоинство. Ну, в общем, вы поняли, да? Смешанное чувство. По законтекстам выживают слово. Потому что представляет же, что требует отповеданной ситуации, правильно? Не умею скористаться вэкабюлером. Северина, а как у вас? На конец посылок. Тут просто на конец посылок. Да, кольки постов вы робите? Есть люди, на яких я подписываюсь, выключено, а проще посылок ничего не робите. Они выконывают редакторскую работу. Они настолько классно по теме, подбирают, там, наприклад, с мастацтым, что с ци звязанное, с музыкой. Ну, я бы сам в житии этого не знайшов. А вот они в этом живут, и они робят посылки. Он так само блогер, але не як аутар, а як редактор. А на конт выгорание, ну, еще раз скажу, профессийный человек, хоча, не хоча, встал, пайшов, написал, знял, что с ци. А блогер для души не може выгореть, потому что ну, не хочася и не пише. То есть это все робиться по натхнению. Правда, Стасия? Не правда. Вы двух человек пропустите. Нет. Я просто человек, я больше за все свете люблю починать срач, и меньше за все свете люблю их удельничать. А покольки почавши, ты утягиваешься, так-то иначе. Ну, и на вот когда ты спробуешь вывести, тебя аккуратненько под локоток вертаюсь. И вертаюсь не кольки дзен. И а покольки бывают такие периоды в нашей краине, когда дякуюсь темлику державным чиновникам, которые лоббируют все законопроекты, которые худко прерывают худким шасси, и на мне станет еще веселее, потому что с одного боку у меня будет под локоток вертаюсь срачек, а с одного боку кто-то будет по-первых и там размахивать. И выгорание выступает молчать, а после ты находишься в УАЗе, когда я хочу молчать, и ты вставляешься. Я человек очень холирик, я очень худ, когда хочу, я не могу кривдиться на людей. Я злуюсь 20 минут, но сначала у меня все бурно начинается, заткнуть меня не максимально. Вы из этого трагедия моя. Выгораю регулярно. После трагедия уже не тихого. Ты думаешь про Ильша, а я вижу, что русская нет, выгоряю просто хамаю, а потом через 20 минут он успокоился. А те кому хамаю? Вот так взяли, блин, хамаю. Стасик, Стасик, солнышко мою, вы знаете, если вспомнить, по-моему, вам надо давать номер один. Давайте микрофон только тогда. Замат среди интеллектуалов, умников, великолепных поэтов, номер один надо давать Стасю Карпову. Всегда. Потому что, да, потому что глаза вянут, на самом деле. Вот. А вы говорите не хаманет. Все хаманет. Это не профессионализм, говорим, что. Сматом. Джаму. Аюс Алишковский, Николай Николаевич, написано матом. Ну, я уже ж не выгодил. Я хотел попросить, если человек нет, сэна экономии молодца, вот. Я могу одним словом я возвращаю нас всех к микрофону. Ад эмацинам? Ну, у мене, як напаўна, у невеликой колькасці блогераў ёсь конкретны план, па якім я працую. Я б не сказала, што ёсь некая эмацинэва грання. У моюм вападку ёсь недахоп часу, таму, што мне вельмі шмацца падарожаў. Усю, мне з пятніцэ будзе тыр падарожы за шэсь дзён. гэта такі вельмі такі худкі темп пераездаў, і ўсе тыр падарожы звязаны з блогерской працы, так, таму, што у мене ласна блог прасвешаны паездкам ў тым ліку. Таму, часа можа не хапаць, але я разумею, што не трэба постіць, напрыкал, тэксты, калі мы кажем прасаэт па выходным, ў гэтам нема сэнсу. Не трэба постіць два тэкста ў дзень, табук, я сэбе паставила там 3-5 тэкста ў будні дні ў тыдзень, і стараюся гэтага плану пратрымлёцца. Ну, фэйсбук натуральна пастаў больш. Ася, якобы адносіцься до хейтераў? Раней я адносілася балюча, цяпер, асамрыч, мне я не рэагую на хейтерства, бо я наимі нічога новага не скажуць, але мне цікава вывачыць прароду чалавека, мне цікава з психалагічнай кропкі гледжыня зразумець, чаму нікатарая людзі дазваляюць сабе выказвані одышынені да нейкіх сітуацій, слоў, людзей, гэта тычыцца не толькі абразаў ў мой адрас, гэта тычыцца ў прынцыпе нейкіх бурных рэакцій, які я сустракаю ў інтернэці, і мне сапрауды цікава, чым, там я не веду, і беларускі хейтер адрозніваецца ад хейтера ў Амерц, ў Расіі, гэта так далі. І што, ёсць нейкі закономернаці? Адрозніваецца? Я толькі пачала шлях в ўчэння, я думаю, што празгодзік два я агучу свае выснову некім тэкстіку ў блогу, але пакуль, што не буду рабіць някіх выснову, я толькі пачала вось цікавіцца гэта з'ява імена вітацца психалагічнага пункту гледжыня. Мой рецепт, калі дазволіцца ад эмоціонального выгарання, раз так пастальна патання, ну, даволі такі дзе сібе, не лішіць сібе пупам зімлі, а разумею, што не всім эта лёгка даецца, але, ну, з інш prova боку адзін раз прызнаць і гэта тады дацца всім достаткова просто, і тады шмат патанів жыцці адпадаем. Другой вось калі муськаза, што не магу не писаць, мне така издаецца фразочка, на ёсце, а сам придумал, не магу скаць, можеш не писаць, не пиши. Это там першая книжка поэта, это там перший артыкул. Тобок вот... Это то, что адрозневое, может быть, у нас в семьи такие обзывательства, есть творчий человек. Или жёнка, нечто я ненормально раблю, кажется, ты творчий человек. Я говорю, не обзывайся. Тобок творчий человек это вот не может не писать. Нечто в интернете, нехто немая рации. Некто в интернете неправильно написал. Нечто в житте недосконало. И он на всё пишет. Ну, коли признать, что твои силы достатково стиплы, и ты не можешь весь свет зменить один, то тады ты не будешь реаговать на всё. Нават, коли ты не можешь один зменить всю Украину. И живучи в палитвеце с 91-го года, может быть, у некоторых такое разумение возникает часа-часу. И тады с этим, правда, и простей. Жить ты тады абсолютно меньше пишешь. Ты тады абсолютно в ноги ситуации не влазишь. И это ведет до того, до больше такого спокойного ставлення до то, что мы называем блогерство, то, что называется Фейсбука. Ну, и ещё одна, может быть, ремарка не по тексте. Коли ты так сам можешь калибрать семейно. Ёс такая у нас семья, гульня. Вот я напишу некий пост, и сыну скажу, ну, кольки будем, скажем, это 100, а может 200, а это 30. То есть мы загадя ведаем кольки бодилайков. Я и мой сын. По кольки приблизим. Ну, справедливо, коли я пишу про электорат Трампа, и, так сказать, то, что, ну, такое доследование, прочитав, что там 10 американских артыкалов, и просто рассказу. Ясно, что я разумею, что гэта довольно обмежеванная колькость людей цікава, и, калі там у меня 30 лайков, то гэта вельми нормально, по кольки. Ну, вот, эта тема не можа цікавить, напевно, больше людей, ся род моих подписчиков. Калі, а что ця такое весёленькое, не ку, там, жыцёвый эпизод, там, можа быць и 300, и 200, и всё такое. И гэта всё разумею, что нават больш якосная, больш глыбокая, оно будзе иметь меньше лайков. Гэта таксама спакойно ўспрымаецца, это жыцё, это любая сан-газета, гдзе друковаліся ранее жаночай грудзе, зараз, по-моему, уже не друкуецца, і она в 10 разок популярніше, чем «Таймс» за всёды была. Хатя мы все ведаем, что «Таймс» цытуецца, а «Сан» — это жёлтая пресса. И гэта таксама трэба разумець, калі ты пішэш пра нешто сурьёжное, ў те будзе меньше адповедной популярности, лайков. Эта такая объективна реальність, якой, ну не треба змогаць. Значит, выгорання. Вы знаете, что, вот у меня его нет по, наверное, одной причине. Во-первых, у меня достаточно совершенно других вещей профессиональных, где я могу выгореть, и к чему я отношусь более серьёзно. А Facebook или блог, ну то, что там у меня называется, да, аккаунт, это, я вот люблю этот образ, я его уже приводила много раз, это фигурные отходы. Помните, мы снежинки делали в детском садике, вот те, кто постарше, те помнят. Вот из бумажных салфеток вырезали, да, а потом на окна клеили. И вот оставались такие фигурные отходы. Фигурные отходы очень часто были красивее, чем сами снежинки, да. И вот у меня каждый день возникают какие-то фигурные отходы, которые мне не пойдут в прозу, которые мне не пойдут... То есть нет, если бы я была скупердяйкой, я бы, конечно, из каждого разворачивала статью, прозу, может, рассказ, может, даже повесть целую. Но я не скупердяйка, мне придут мысли в голову насчёт прозы и насчёт всего остального, и пьесы. А тут просто взял и кинул. И самое счастливое, что пришли вот люди какие-то, да, мне они интересны. Я их знаю, не знаю, умно отметился, мне всё равно, кто ты, знаменитость, незнаменитость, мальчик-студент. Я буду с тобой разговаривать. И они разговаривают. И вот я их как-то модерирую. И они как-то вот задают какой-то тон. Ну, хамство нельзя, да? Нельзя поправлять грамматику друг друга. Пусть ты профессор, а ты же там школьник. Ну и так далее. Вот они это быстро понимают. Я просто смотрю за тем, как они разговаривают, это как-то модерирую, чувствую себя ответственной. Вот и всё. А никакого там блога сознательно, никаких там тем, ЗОЖ, морально-этические. Это всё меня не волнует. А если считать лайки, то больше всего лайков собирает вообще моя собака. Виталий, эмоциональное выгорание есть? Пожар эмоциональный. Никуда там. Нет. Выгорания нет. Тут сложно. Мне сложно судить, потому что я остановил по большому счёту свою блогерскую деятельность. У меня даже сейчас в исходу всё же думаю, ну, порядка 50 тем, которые сразу же из моего опыта, которыми я могу поделиться, которые, я знаю, соберут там не 30, может быть, 35 лайков, может быть, даже и 40. Но дело не в профессиональном выгорании. Просто я для себя чуть-чуть другие приоритеты определил, но я не лучше и не хуже того, кто определил для себя блогерство как главный приоритет. Просто разные подходы по жизни. Для меня это больше инструмент взаимодействия с блогерами. Для кого-то это способ жизни и способ заработка. Почему нет? Но ещё раз повторюсь, я же говорил это, я не верю, что можно выгореть, если это твое любимое дело, если это дело твоей жизни. То ты там не выгоришь точно. А негативно настроенные настроенные одни и те же? Опять-таки, может быть спорная мысль, но это мой личный вывод, мое экспертное мнение. Большинство людей идут в соцсети, когда им плохо. Куда меньше людей идут в соцсети, когда им хорошо. У меня есть постоянные хейтеры, с которыми я постоянно переписываюсь в Твиттере. Вот вчера с очередной гражданкой, которая глубоко обижена, что мне незаслуженно дали синюю галочку, незаслуженно меня верифицировали в Твиттере. Ну, что делать? Мне несложно пообщаться. Социальная сеть Твиттер подтвердила, что я это действительно я, а не какой-то самозванец. Но я как бы к чему? Я к этому привык. И когда я захожу в профили таких людей, я вижу, что они так поступают не только со мной. Они то же самое пишут известным сайтам, порталам, известным блогерам. Я понимаю, что для него это тоже образ жизни. И я не хочу его там не жалеть, не хвалить, ничего такого. Ну, как бы это его выбор. Если у меня есть возможность, в основном, по ночам, в нерабочее время, я пытаюсь как-то достучаться. Но, честно говоря, моя основная цель не столько достучаться до этого хейтера. Одна из прелестей Твиттера это то, что ты читаешь как бы у себя в ленте переписки знакомых тебе людей. И меня больше донести до других моих читателей, какие-то мои принципы, мои подходы, мою системность в большинстве вещей. То есть я не надеюсь, не испытываю иллюзии, что я переубежу этого человека. Но уж, коль этот человек поставил в реплай, кроме себя, меня, еще и добавил Еврорадио, я понимаю, что неизбежно ведущий Твиттера Еврорадио беденый придет утром на работу, увидит там 70 лишних реплаев. Может быть, он их тоже прочитает, но хорошо, если так. Может быть, он сделает еще какой-то дополнительный вывод относительно меня и моей позиции. Почему нет, это будет дополнительный бонус. Александр Найденов. Поскольку моя основная работа все-таки быть главным редактором, но главным редактором не в понимании журналистского, а в понимании так называется программный директор или контент-директор, который отвечает в принципе за весь контент канала, то я свой Facebook воспринимаю как антиглавный редактор. То есть там это место для того, чтобы для того, чтобы вот эти вот действительно творческие обрезки или как фигурные обрезки которые были бы абсолютно не структурированы. И вот эта не структурированность этих обрезков приносит мне небывалое удовольствие просто от того, что на работе у меня есть достаточно жесткие понимания того, в какой тематике мы работаем, достаточно жесткое представление о том, что есть целевая аудитория, достаточно жесткие цифры, которые мы получаем постоянно по количеству подписчиков, ну не подписчиков, слушателей, господи, я уже перешел на блогерскую. сторону, да, на темную сторону перешел. И мне очень понравилось сравнение, оно такое не тонкое, но тем не менее, которое я прочитал недавно в Фейсбуке у одного из своих друзей или френдов, как правильно говорить, который сравнил Фейсбук и вообще любую площадку в социальных сетях с таким крепким алкогольным напитком, условно, это водка, которая заставляет раскрыться такие затаенные черты характера любого человека. Одного тихоню она превращает в страстного альфа-самца, другого человека, который в трезвой жизни порывается в визации, в конфликт, превращается в совершенно тихоню, который желает обнять каждого от котенка до бабушки, которая не может перейти дорогу. Да, в Фейсбук в этом смысле зеркало, в Фейсбук, Твиттер, зеркало гораздо более глубокое, чем мы себе представляем. Да. Мне очень близко вот это вот отношение в рубрике, которая появляется постоянно в довольно популярном шоу Джимми Киммела на американском, где звезды читают о себе твиты. Потрясающе сделанная работа, да, голливудские звезды, голливудские актеры, которые самые крепкие выражения в свой адрес читают собственным голосом и получают от этого искреннее удовольствие, как мне кажется. Ну, я не уверен, что получают удовольствие, но, по крайней мере, на камеру мы видим абсолютно эту ситуацию, которую хотелось бы видеть и в своем собственном отношении к любому негативному комментарию. Я прошу, если у кого-то есть, еще добавить и высказаться, потому что совсем скоро мы начнем вопросы. Вы можете готовить. у нас времени уже осталось 20 минут. Да? Есть? Хорошо, спасибо большое. Вадим Можейко имеет вопрос. Я прошу поднимать руку, я прошу брать микрофон, который я скорее всего дам, и для нашей видеосъемки я прошу задавать вопрос стоя. Спасибо. Хорошо, только если для видеосъемки. Можно сказать, что Вадим Можейко, я и даже журналист далеко не в первую очередь, уж тем более не блогер, даже скорее меня как-то классически бывает у страшных гостей зала, у меня не вопрос, а комментарий. Я вспомнил две истории, пока всех слушал. Одна, я буквально недавно задумался о том, что я уж точно себя не считаю блогером, но недавно я посмотрел на тираж одной газеты, где я публикую колонки, и обнаружил, что этот тираж меньше, чем количество моих подписчиков в Фейсбуке. То есть, возможно, моя страничка Фейсбука более значима, чем мне казалась. Но это так, наблюдение. И второе, по поводу коммерческой истории. Мне кажется, мы немножко, глядя на все эти грустные истории про плачные посты в Инстаграме, мы немножко излишне поверили в то, насколько все за деньги. И недавно был случай, когда я написал колонку, в которой в том числе я хвалил одну компанию, и мой любимый тролль, придя в комментарии, спросил, сколько стоит такой SMM. И я заметил, что, наверное, довольно дорого, потому что компании надо сделать все то хорошее, чтобы я это заметил, потратиться на белорусскую культуру, тогда я про нее так напишу. И мне кажется, может быть, а условный какой-нибудь там, не знаю, с авушками продукт может предложить мне сколько угодно, но я все равно напишу, что надо сделать белорусскую мову на этикетке молока, иначе не получится. Я обещал, что это комментарии. Да, обещал, что это комментарии, а не вопрос. Поэтому я могу сформулировать как вопрос, не слишком ли мы поверили в эту тотальную коммерциализацию, и неужели мы не думаем, что кто-то что-то пишет вообще еще искренне. Или это я такой, может, последний наивный остался. Да, есть ответ. Риторичное питание, коллективное меркование. И я совсем забыла, что у нас по скайпу остается с нами Виктор Малишевский. Виктор, я прошу прощения, ну, не видим и с глаз долой, так сказать. И очень, очень хочется услышать комментарий по поводу не эмоционального выгорания, потому что мы все понимаем, что до этого вам далеко. Но о негативных каких-то комментариях, о хейтерах каково отношение Виктора Малишевского? Чем больше, тем лучше. Значит, читают, значит, комментируют. Я просто, ну, зачем мы будем говорить о негативном? Давайте поговорим о позитивном. Вот я послушал Найденова, и он полностью со мной совпал. Он не считает себя блогером. А я, может быть, не считаю себя главным редактором. Но при этом и он, и я главный редактор, и при этом он, и я блогер. Я к тому, что давайте сделаем какой-то совместный проект. Блогерский, конечно. Хорошо. Вы можете, кстати, задавать вопросы и Виктору также. Представьтесь, пожалуйста, и стоя, пожалуйста. Добрый день. Меня зовут Маша Малевич, и у вас такое питание. Вы участвовали, блогерство стало велием популярным, и все больше людей хотело працавать блогером, успеем это богатый, как сродок для иснования. А я ксене. Что вы сегодня работаете быть журналистом или блогером именно финансового пункта гляджения? Журналистом. Почему? Блогерство не приносит столько грошей? Я бы с удовольствием был блогером. Ну, есть же разные, наверное, блогеры. Я не знаю, вопрос был мне или нет. Усим. Но я бы не шел журналистику, если бы можно было зарабатывать блогерством, скажем так. Я не знаю, каким именно образом можно заработать. конечно. Промодерирую. Пускай закончит Виктор, а потом продолжит Ася. Не, не, пусть Ася продолжит. Она зарабатывает. Ну, на самом деле, что очень зависит от СМИ, гонорара, потому гонорары очень разница. Работать на Раду и свободе конечно очень выгодно. Можно публиковать три артыкулы у тыдзен и выдаст на себя отшувать. Але калі ты працуеш на Ютубе, наприклад, популярный блогер, то вогуле нема сэнсу иметься больше ниякую працу. калі для для мене идеальны варьянт працы и там и там, тому што просто калі ты працуеш у СМИ, ты не дозволяешь себе расслабляцца и не губляешь журналістскую вопыт. Але калі нормально ищира працеваць и рабіць заркамадауцами адекватные и цікавые тэксцы, які ты сам верыш, то можна зарабляць більш, чым журналіст однозначно. Ну, на власном опытех это було праўерано. Все так о деньгах как о чём-то страшном говорят. Я просто к тому взял микрофон, чтобы рассказать о том, как в моём случае происходит монетизация, потому что она происходит. Есть персонаж условный, играет роль, я создаю видеоролики, которые размещаются у меня в Фейсбуке и в который месяц есть приглашение то в озвучку рекламы, то в съёмки в каких-то рекламных кампаниях и так далее. И это уже на протяжении полутора лет и это в принципе если так подсчитать, то это уже достаточно хорошо в денежном выражении. Так что я доволен тем объёмом, который есть. Вообще конечно понятно, что ответ на вопрос кейс-бай-кейс, то есть от случая к случаю понятно, каждый может доказать ту или иную позицию, но если говорить в среднем по больнице, средняя температура, моё мнение однозначно выгоднее быть журналистом. Я приведу вам простой пример. У нас первые мы в стране 18 января, те, кто придерживается православной традиции окудания, на окрещение, это можно делать уже вечером 18 января, и мы первые организуем это у нас на нашей водолазно-спасательной базе. И приезжает порядка 30-35 человек фотографов, как блогеров, так и журналистов, но понятно, что фотографы, которые для наших водолазов, которые просто из вопросов безопасности, из соображения безопасности пропускают по 5-6 фотографов за раз, им-то они с лица все одинаковые, но журналисты стремятся быть первыми, как можно быстрее отправить эту фотографию, чтобы она потом вышла в 3-4 мировых информационных агентствах и, соответственно, заработать за это. Ну, куда большее деньги, чем может заработать, я сразу скажу, там любой блогер любым постом. Поэтому в целом, в среднем, если по больницам, мое мнение, лучше быть журналистом. Но, конечно, случай от случая. В смысле? Ну, так там все, там все, там и белорусские СМИ, и зарубежные, и блогеры, и фотографы, и фрилансеры, и вот эта вся компания, человека с 40, пытается на первого бедного человека, который собирается нырнуть, направить все свои фотокамеры. Кали у нас будзе полновартосны вольный рынок, в тем ликую вольный рынок СМИ, тады можно, в принципе, будзе и поглядеть. А в теперешней ситуации, ну, это все можно только допускать. То есть, вольного рынку нема, ну, полновартосного. Полновартосных, капиталистичных относин нема. Так что, тут уже, это уже пытание политичное. Есть еще желающие ответить на вопрос? Или мы задаем следующий? Пожалуйста. Ой. Спасибо. А Малишевский еще на связи? Очень приятно. Виктор Абрамова, я бы хотела вас спросить. Вы знаете, давно меня волнует один вопрос. По-моему, когда-то вы, если я не ошибаюсь, рассекретили ту фирму, которая произвела майку, которая была на Лукашенко и даже указали стоимость. Это была скрытая реклама майки, фирмы или Лукашенко. А было так. Я шел по Вильнюсу и увидел логотип, ну, логотип в магазине, который я недавно видел в телевизоре. И все. Я больше вам скажу, в принципе, я потом зашел в этот магазин, когда мерил эту майку, увидел костюм, и у меня теперь костюм этой фирмы, который я приобрел благодаря тому же Лукашенко и Прокоповичу в 2011 году во время этой девальвации, да, а он не был переоценен, и у меня теперь крутой костюм за какие-то копейки. Вот. Так что можете считать рекламой. Вы получили ответ на ваш вопрос? Примерно. У кого есть еще вопросы? Поднимите, пожалуйста, руки, чтобы не рассчитывать. Я еще и про часы написал, и это не значит, что это реклама Лукашенко. Понятно, что это реклама того, куда уходят деньги, которые должны уходить, наверное, ну, короче, куда уходят государственные деньги. Меня зовут Виктора Ефимова, я директор пиар-агентства Little Mo. И у меня не есть один комментарий и есть пытание для поваженных коллегов. Комментарь тыжится того, что не заужды СМИ сгадывают назвы коммерциных компаний, альбо иншие СМИ не заужды сгадывают своих коллег. Это, правда, связано с законом о рекламе. И это напрямую тыжится того пытания, якое уапошний час узняли с проектами корпоративной социальной отказности. И с гэтым пытанием мы звернулися до март, якое зараз есть, и попросили, как гэтый пункт законодавства был перагляджаный, и разом с тым разгледилися преференции для СМИ, які патрымливали некие КСО-проекты. Таму, напевно, калі гэтый пункт не як разгледить, то тады и тут бай будуть на талебачы не узгадывать, и кампании, у яких вы проводите некие вучения, яны так само будуть згадываться, и напевно, кэта буде плюс для многих. А пытання мое тыжыцца того, што ті ёсць ў поважанных калех, аутары, або сярод журналистов, або сярод блогеров, давайте тады ўжа патрымаю, будем называть так, які не толькі з'являюцца для іх экспертами, не толькі ты, яких яны читаюць за давальненнім, і вельмі довяраюць ў меркаванню, але аутары, які саправды лідары мненній, лідары некіх меркаванню, і могут пауплываць на ваше меркаванне ў тым ті іншым пэтанні. Дякую. Ну, калі гаварыць пра маю туристычну томаты, като для мене ёсць натуральна лідар меркаванню, като Валера Клицунова, като чалок, які ведаю пра агротуризму Беларусі абсалютна ўсё, і бошчым яна не ведаю ніхто. Хто яшчэ, калі гаварыць пра маўе томаты, като напаўно не, ёсць людзі, якіх я чытаю, паважаю, і тут ёсць Юлія Чернявская, і Таня Курба такой адзвераю, але гэта крышачку іншыя узровні, так, давер, гэта одно, і некая экспертная меркавання, гэта другое. Ну, ўсць я назвала Валераю Клицунову, напаўно на гэтам спанюся. Экспертная меркавання толькі, але гэта асобнае тема. А так, не, ўсць, ўсць, пасля пыўных узросту куміру, ўнібыць, не може. Ну, вы знаете, что, я, например, не решусь говорить, просто потому, что, вот, когда я называла там десятку по опытанию свободы, десятку любимых блогеров, куда, вот, Виталя Цыганков вошёл, да, вот, с моей точки зрения, то, я потом, собственно, кусала себе локти, потому, что я не назвала ещё 20 человек. И я, конечно, их этим обидела, а я их читаю не реже, чем Виталия, хотя, тоже пламя, и пламя, но люблю, да, вот, то есть я там назвала Виталия, Стасия там, я не помню, а кого ты не назвала? Вот, и есть какие-то, вас я назвала, Стасик. Вы назвали прикрытным бабочеку варшаве. Нет, неправда, я вас сразу назвала. Нет, я не покрытаю. Всё, расслабьтесь. Расслабьтесь. Это вообще давняя любовь, это всё известно. Вот, вы знаете, нет, просто называть неловко. Назовёшь одного, не назовёшь другого. Мы все в этой неловкой ситуации сейчас. Лучше на этот вопрос не отвечать. Я, можно я скажу? Я не сгодный категорично Скотковским, с Ирином Покольки. Ну, может быть, кумиры такое гучное слово, али безумовно десятки коллегов, яких мне приемно читать, и я больше сгодная Зюля. Ну, я б сказал, ну... Ну, мне некий інший. Ну, не да. Мне то, что ближе, да, некие такие политичные, геополитичные аутеры. Ну, вот, наприклад, могу сказать, наприклад, человек, який не потрапит в никакие топы, он не таки популярный, его может быть, в ЕГЭ может быть 10-20 лайков, она пишет ярче, из-за інших, кого 300 лайков. Это вот многие погодятся, она просто шыковно пишет, и я не хотел написать некое такое поравнание, что Алена Ерманович, там, ци, наприклад, Ника Сандрос, вот, николи не будзе популярнее, але она намного больше глибеть и цикаве, по той же самой причине, по которой я казал, что речи больше глибокие, речи больше навод мудрые, я не могу быть эллимпулярным, я это, ну, переконание, выношу за 10 годи журналистской працы и в уголе життя, и это треба так само разуметь и воспринимать. Но она не лидер мнения, не эксперт, никто, она просто очень смешно и здорово, и грустно, и талантливо пишет о том, как она ввязывается, постоянно в какие-то дикие ситуации. И, собственно, вся журналистика Алены Германовичей, вся ее проза, она у нас на графа много раз выступала, ее звала, это очаровательная история, это вообще вот чудик, история чудика. Вот если кто-то не знает этого имени Алены Германовичей, узнаете, пожалуйста, гомельская журналистка, чудо просто. И, конечно, ее знают гораздо меньше, чем знают, я не знаю, Кабасакал, я не знаю. Виталий Новицкий. Я абсолютно согласен, что со временем, с возрастом, возможно, да, это уже старческая, но лидеры мнений перестают для тебя объективно существовать, это люди, я к каждому отношусь, кто задает мне вопрос с уважением, но все-таки в эпоху псевдоанонимности или анонимности человек, который под реальным именем пишет мне, пускай даже гадкие и неприятные вещи, он молодец, он заслуживает моего внимания, я с большими усилиями попытаюсь что-то объяснить реальному человеку, чем виртуалу, поэтому для себя вот у меня такая градация, реальный человек или виртуальный, и от этого во многом зависит мое отношение, как я буду к нему относиться, а лидер, не лидер, ну, как-то не об этом уже. Кто-то готов еще ответить, мы будем закругляться. Ну, я могу сказать про экспертов. Я так разумею, что лидер меркования, в синейке там отказанный человек, сирот твоих фронтов, и он тебе потребен для того, чтобы на него ориентироваться по неких там пытаниях, да, ну, просто огульная полымянность и бескомпромиссность 90% того, что я пишу на самой справе, она прямо пропорциональна тому, что я абсолютно неуполнен николю тем, что я пишу. И я готовы, настолько готовы поверить кожному, сука, дебилу. И разумному человеку так само просто. И гэта колька из голосов внутри головы, которая кожный день меня абсолютно супротлеглое окажет, тому я и пишу супротлеглое, приблизно, аля кожный раз твердо уповнена. Вось. И тому мне не потребны ниякие лидеры, и они мне на самой справе ничем не допомогут, потому что гэта бессенсионна. Виктор Малишевский еще с нами. Да. Есть, есть что ответить, кто лидер мнения и авторитет. Ну я про авторитет хочу сказать. А, буквально вот два слова. Журналист, художник, блогер, он не отвечает на вопросы, он задает вопросы. Ну вот, в общем-то и все. И это его задача, мне как кажется. Спасибо, Виктор. На самом деле это было, можно сказать, ключевой, наверное, момент и резюме нашей сегодняшней встречи, потому что блогеры действительно задают вопросы. Большое спасибо всем, что вы пришли. Спасибо.